Мы все помоделируем ситуацию, когда, допустим, мужчина вовлекает женщину. Но были же случаи, когда женщины, допустим, вовлекали мужчину, или они сами по себе вовлекались в экстремизм, и так далее, и так далее. Вы вот с этим сталкивались? Нет, я сталкивалась только с тем, что женщины вовлекали других женщин. А, еще вот так, да? Вот вы это не слышали. Это очень интересно. Женщины вовлекали других женщин. И как именно? И были те, кто... Были те предводительницы, вот такие вот прямо очень сильные. Харизматичные, да? И харизматичные, такие альфа. Те, которые вели за собой других женщин, и они приводили, и они выдавали их замуж за этих мужчин. Они были вот такими разведчицами. Нет, это не разведчицы, это как ешь, вербовщики. Вербовщики, да. И вот это я знаю. И даже общалась с такими женщинами, их было две, которых я видела, за которыми шла группа других женщин, и они слушали то, что они говорят. Что, сколько человек? По десять, да? Да. И они, да. И получилась вот такая история, когда ко мне пришли вот эти десять, и я сказала... Ну, я журналист, да? Что мы говорим обычно? Давайте сядем и будем об этом говорить во всеуслышание. Да. Вот, мы вам предоставляем микрофон, камеру, будем говорить, и тогда начнется реакция. Хватит уже там обращаться, писать письма. Давайте выскажем. Вы готовы? Готовы. И тут вдруг появляется с ними еще одна, которая говорит, они ничего говорить не будут. Ну и все. И они замолкают, потому что своего мнения они не имеют. Ну, значит, эти проблемы будет решать кто-то другой. С какими проблемами они приходят? Они не могут устроиться на работу. Это после того, когда их бросает муж. Они не могут устроить детей на работу. У них нет возможности снимать квартиру. Они не живут то, что касается родственников. Чаще родственники отворачиваются от них. И получается, что женщина находится вот в той ситуации, когда она не может справиться сама. И тогда она просит о помощи. Да, еще у детей нет документов. Да. Вот это самое важное. И у нее самой может тоже. У самой тоже. Если муж у нее забрал документы, она должна каким-то образом восстановить. И вот это очень серьезная. Вот это очень серьезная проблема.